Привет всем, кто смотрит это видео на канале Наталья Соболев Израиль. Знакомимся с новым жильцом. Шиншилла – это милый зверек, не может оставить равнодушным любителей животных. Порода моногамна, и если он вас полюбит, то это навсегда. От первой встречи многое зависит. Как он посмотрит своими большими глазками на угощение, которое я принесла? Надо хорошо знать, чем можно кормить шиншиллу и какое лакомство давать ему на угощение. Пищей им служат различные травянистые растения, в основном злаковые, бобовые, а также мхи, решайники, кактусы, кустарники, кора, деревьев. Из животной пищи – насекомые. Главное лакомство для шиншилл – сушеные яблоки. Они содержат клетчатку и способствуют правильному перевариванию пищи. Выводят токсичные продукты и улучшают обмен веществ в организме животного. Как и морковь, яблоко способствует укреплению меха и сердечно-сосудистой системы. Надо хорошо знать, что нельзя давать шиншилле. Из зерновых культур – это рожь, сочные травы, овощи, фрукты. Листья ландыша, лютика, молочая, полевой горчицы, дурмана, калужницы, папоротника. Эти травы ядовиты. Надо исключить из рациона хвойные веточки с высоким содержанием смол. Лучше дать яблоневую веточку, липы, березы, орешника. С удовольствием погрызет меловые камни. Лакомством служат подсушенные фрукты – орехи. Миндаль нельзя давать. В клетке должно находиться свежее сено. Следите, чтобы шиншилла никогда не оставался без этого вкусного и полезного корма. Всегда должна быть чистая питьевая вода. Лучше фильтрованная. Шиншилл можно поить отваром ромашки, шиповника, смородины, без добавления сахара. Можно кормить кусочками подсушенных овощей. Морковь, кабачки, помидоры, сладкий перец, подсушенными фруктами, яблоки, груши, виноград, бананы, абрикосы, инжир, сушеные ягоды, черника, земляника, клубника, шиповник. В рационе беременных и кормящих шиншилл обязательно должны быть продукты молочного происхождения. Молоко, кефир, натуральный йогурт, творог, простокваша. В общем, я хочу быть шиншиллой. Невероятно интересный и игривый зверек шиншилла появился у нас в доме. Шиншиллы прекрасно могут жить в обычной городской квартире. Помещение только должно быть светлым, сухим и хорошо проветриваемым. Животное не переносит сквозняков и прямых солнечных лучей, которые могут привести к различным заболеваниям. Клетка – самый лучший домик для шиншилл. Нашему грызуну достаточно одного кормления в день, лучше вечером. Ну а на лакомство я ему принесла один высушенный изюм. Это его норма в день. Хоть он и похож на зайчика, но капусту ему давать нельзя. Нельзя ему давать абрикосовые косточки, мясо, кости, мед, твердый сыр, колбасу и копчености – продукты ненатурального происхождения. Когда заведется такой зверек, не злите его. Если он от вас почувствует опасность, то издаст звук, похожий на крик птицы. И, простите, обоссыт. И может даже укусить. У шиншилл 20 зубов. Мало не покажется. Он как скулс, с мочой выделяя запах отпугивающих врагов. А может он просто трусишка. Шиншиллы боятся громких звуков, крика детей и работы электроинструментов. Если с ним ласково обращаться, он даст погладить свой дорогой мех. И даже, как котик, будет спокойно сидеть на ваших руках. Тихий, мирный. Его активность проявляется ночью. Шиншилла – ночной зверек. Нужно услышать, как он прыгает и грызет ночью ветки. Лучше выделить ему отдельную комнату, чтобы не мешал спать. Для него лучше поставить мозган. В нашем теплом климате ему будет жарко с такой шубкой. Мех плотный, густой настолько, что в нем не заводятся паразиты, которые живут у других животных. Потовые железы отсутствуют. Купается он в песке и чистит свой мех сам. В воде не плавает. Мех густой намокает. И у него нет сил поднять свое тело на поверхность воды. Шиншиллы. Живут шиншиллы до 20 лет. При этом успешно размножаются от 12 до 15 лет. Всегда шиншиллы являлись объектом охоты из-за ценного меха, что привело к сильному уменьшению в численности. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Длинохвостые шиншиллы разводятся на мех на фермах во многих странах. Различают на виды малая длинохвостая или береговая шиншилла, короткохвостая или большая шиншилла. Родина шиншилл – Южная Америка. Короткохвостые шиншиллы обитают в Южной Боливии, в северно-западной части Аргентины и в северной части Чили. У нас длинохвостая шиншилла на сегодняшний день встречается только на севере Чили. Прекрасно передвигается по скалам. Большие черные глаза, длинные усы, крупные овальные уши – это не случайность. Это приспособление к ночному образу жизни. Задние конечности – четырехпалые, вдвое длиннее передних – пятипалых. Это позволяет совершать высокие прыжки. Название шиншилл происходит от названия перуанской провинции Чинча – Перу. На иврите тоже говорят Чинчила. Котик очень ревнует к Чинчилле и не даёт даже фотографировать её. Посмотрите, как странно ведёт себя котик. Ну, не даёт фотографировать, и всё. Всё нравится здесь, да? Нравится с Чинчилкой познакомься? Я здесь с ним поетружу. Глянь, какой хорошенький. Как зайчик. Он чё мне не то самое? Звуки не издаёшь никакие ты, а? Ты чего не разговариваешь? Давай. Не хочешь ничего. Иди. Аки, что ты ревнуешь? Отвернулась? А? Отвернулась – ревнуешь? Иди я тебя погладу. Иди. Иди сюда. Иди сюда, Халюся. Халюся такая, плюшевая. А? Что это? Я его не гладила. Что ты ревнуешь? Что такое? Что с тобой? Ты ковида боишься? Ну, маску одень. Где маска? Что такое? Что с тобой случилось? Фукаешь на него? Да? Что такое случилось? Что такое? Странно ведёшь тебя. Ой, птичка прилетает. Глянь. Нет, птичка прилетает. Смотришь. Только с тобой должна разговаривать, а с ней? Глянь, дружок. Скучает. Глянь, дружок скучает. Откормлю его. А? А тебе. Что ревнуешь? А? Нельзя к нему подходить. Ну, иди. Иди ко мне сюда. Иди. Иди. Иди погладить. Иди. А, тебя погладить надо. Тебя погладить надо. А, ты хорошая она. А я ревнуешь. Семчилочка. А? А, ты зёрнушки поела. Убываешь уже лапки. Свои поднимаешь. Не ревнуй. Ну, не ревнуй. Ревнуешь. Чинчила завёлся тут. Ревнуешь. Ты посмотри, что делаешь. Не отходит кот от меня. Хорошая. Хорошая. Не ревнуешь так, а? Посмотри. Я только хочу его снимать, а ты нет. Не снимать его? Он умывается. Что, не снимать его? Только тебя снимать. Ага, тебя снимать. Ну, давай тогда буду тебя снимать. Буду тебя снимать. А? Ох. Как ты ластишься. Ну-ка, дай я его сниму. Ну, дай я его сниму. Чинчила. Сейчас тебе ещё зёрнышко кину. Не бойся, не бойся. Я кину тебе сейчас. А? А? Ох. Как? Умываешься? Ой, в саппарк ходить не надо. Что такое? Что? Кисенька. Кисенька. Что такое? Ты ревнуешь меня. Ну, тебя надо фотографировать, я поняла. Тебя надо. Тебя надо фотографировать, его не надо. Ну, он же тоже скучает. Дай я его сфотографирую. Подожди. Дай я его сфотографирую. На. Ах, какой хороший. Ай, какой хороший ты, а. Что? Э, не даёт фотографировать его. Нет? Нельзя его фотографировать только тебя? тебя можно только, а его нельзя. Да? Не фотографировать его? Не фотографировать его? Только тебя. Только тебя, Халюси, надо. Только тебя фотографировать. Красивая. Вот кошечка как тигр у нас. Что-то он здесь задает голоса. Да, я его фотографирую. Чинчилла. Чинчиллочка. Ой, я его в руки боюсь. Ух ты! И не трогай тебя. Хвостик не даешь. Погналит. Видите, что приедет? Как заяц. Вот охраняется природа сейчас. Как-то охраняет по законам музея. Из них шапки шили. Куда? А? Что? Ляня, Ляня вас здесь. Ляня обнимается как-то. Не хочешь, чтобы я его гладила? Не хочешь и все. Я понимаю, тебя ревнуешь. А, тебя надо гладить. Тебя надо гладить. Тебя надо гладить, а его не надо. Тебя надо фотографировать, а его не надо. А если я его, то уже все. Ты уже начинаешь мне царапать. И? Видишь, нельзя его. Видишь ты, нельзя его, да? Тебя надо. Ха-ха-ха-ха-ха. О! Ты что делай? Ты что делай? Тебя надо. Подставляешь голову. Он не нужен. Он не нужен. Он не нужен. Он не нужен. Ты лучше. Ты лучше. Хорошая. Ты лучше. Красивая. Ты лучше. У него только ссор один. Ссори. Видишь, как он что делает? Тинчилочка. Старая. Ты зато, видишь? Не дает ему. Толкает на ней. Все. И все. Толкает и все гладь идет. О! Скопнула. Ссор Products скопнула. А? Рад dose. если вам понравился и интересен этот зверек шиншилла вы напишите об этом и я сниму еще видео сегодня я хочу вам показать еще новые красивые картины которые появились у нас есть красивый декоративный уголок с растениями с фонтаном и стеклянная крыша через который проникает свет и помогает расти растениям оставайтесь на моем канале и я расскажу много интересного и про картины и про растения до новых встреч и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok